МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Достигнутых договоренностей», который заключала делегация нашего региона на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщается на сайте областного правительства. Губернатор Василий Орлов отметил, что специалисты отработали максимально продуктивно. Реализация крупных проектов позволит создать новые рабочие места, построить школы, парки, дороги. Также во время ВЭФ в работе делегации сделали акцент на сотрудничество со странами Азии и СНГ. Конкретные планы делегация правительства Амурской области обсудила с представителями Казахстана, Белоруссии, Индии и Китая. В воскресенье 17 сентября на книжном фестивале «Берег» состоится региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». К участию приглашаются все, кто умеет и любит читать. По условиям, жители и гости областной столицы должны прочитать отрывок какого-либо произведения без подготовки. А жюри оценивает их по шестибальной шкале. По сумме трех раундов определяются три финалиста. Среди них выбирают победителя. Для участия в отборочном туре нужно зарегистрироваться на сайте откройрот.ком. Событие пройдет на главной сцене фестиваля 17 сентября в 16.15 на площади Ленина. Возрастное ограничение 18+. В Благовещенске закрыли один из магазинов, который торговал алкоголем в ночное время. На безнаказанность и незаконную продажу спиртосодержащих напитков, в том числе несовершеннолетним, в городскую прокуратуру неоднократно жаловались амурчане. Владельцу торговой точки вынесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях. И уже подано исковое заявление в суд с требованием запретить собственникам и арендаторам использовать помещения для торговли в ночное время. Со следующей недели в Амурской области ожидаются дожди, местами ливни и похолодания. Осадки региональной синоптики прогнозируют с 18 по 19 сентября. Активный юго-западный циклон пройдет в центральных, южных и северо-восточных районах. С 20 по 22 числа ожидается кратковременное понижение среднесуточных температур на 3,5 градусов ниже климатических норм.